Кто сегодня первый раз? Кто второй раз? Кто был в прошлый раз? Ну, а остальные, я так понимаю, давно уже со мной знакомым. Как мне, ничему уже не удивляется. Привет. Кто? Кто? Сейчас, спасибо. Я думаю, что это очень страшно. Давайте тогда сегодня у нас с вами будет такая лекция. У нас с вами будет лекция для новеньких, для новичков, которые, с одной стороны, и нам тоже напомнят, кто давно уже занимается. И я хочу все-таки пояснить основные моменты, на которых мы строим наше выздоровление от созависимости. И еще скажу сегодня об одном небольшом открытии, которое мне очень понравилось, которое я запомнил и решил вам рассказать. о том, что лежит вообще как бы вот в корне, в самом таком основании любой формы зависимости и созависимости в том числе. Я даже не знаю, в какой момент эта лекция вот эту информацию вставит, но я давайте тогда его как бы обозначу, а потом попытаюсь к нему все подвязывать. Вот это будет звучать так. как стремление, стремление к единению. Стремление к единению. Не к единству, не к объединению, а именно к единению. Дело вот в чем, что, как я это понимаю, насколько вот я в этом даже, я уверен в этом, человек, в принципе, он не одинок. Человек внутри рассчитан на то, чтобы быть в, ну как бы так сказать, в семье, что ли, в единстве, в состоянии общности. Вот. И у нас заложено постоянно к этому внутри. У нас была одна же с вами лекция про одиночество, про одинокость и, значит, общение. Так вот, фактически, наверное, если сегодня порассуждать и поговорить на тему, что лежит в основе созависимости также, все-таки это, наверное, будет вот это. Человек стремится к единению. Человек стремится быть не один. Человек стремится к состоянию общности. Вот сейчас будем это, ну как бы, расшифровывать, разбирать и смотреть, к чему это в итоге нас приводит. Ну, если смотреть опять же в корень, если рассуждать с самого такого вот начала. Есть Бог, который сотворил этот мир, который сотворил нас и который предложил нам очень своеобразный путь в итоге. Ну, и так случилось, что, возможно, если бы Адам не согрешил в свое время, если бы они с Явой не отпали, вот так вот не попались в дьявольскую сеть, возможно, история была бы другой. Но сейчас у нас путь вот какой. Бог, о котором мы не знаем, о котором мы начинаем догадываться уже достаточно в более таком взрослом, более так, ну, в сравнении вот с детством позднем возрасте. Бог приводит нас в этот мир. Вот он как бы нас посылает сюда, вот это пространство этого мира. Вот оно такое большое. Мир. Мы сюда приходим, здесь нас встречают, кто? Родители. 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 Через родителей. Родители. Нас встречают. Ведут по этому миру до определенной точки, когда мы начинаем понимать, что, в принципе, мы вполне самостоятельны, и мир этот для нас. И мы начинаем понимать, что у нас есть какая-то цель прихода сюда. И у нас есть в этом смысле более высокое предназначение, чем просто соответствовать ожиданиям социума и в том числе родителей. Также мы начинаем догадываться о том, что есть Бог, который нас сюда привел. и в итоге получается так, что через некоторое время мы уже с этим осознанием, увеличивая, так скажем, опыт общения с Богом, мы выходим из этого мира и возвращаемся туда, откуда, вернее, не возвращаемся, а продолжаем путь к тому, кто нас, в общем-то, сюда пригласил. Мы выходим, вы имеете ввиду, убираем? Ну да, мы выходим к замету. Да, день переезда. Пусть горят. Пусть горят. Это цикл «Заряд разряжен». Спасибо. Это день переезда. Спасибо. День переезда – это значит… Андерсон говорил об этом. Из статьи постоянно. Помни, говорит, день переезда и во веках не согрешишь. Такая фраза. Вот. Вот такой цикл, очень интересный. Причем родители, которых Бог меня поручает, они не имеют права меня присвоить. Я же не их сын. Я же Божий. Так ведь? Поэтому родители, которых Бог мне дает, которых я не выбираю, родители в данный момент являются для меня кем? Вот давайте подумаем такую интересную вещь. Попробуем вот с этого ракурса посмотреть, ну даже уже на себя. Но я тоже родитель, я в этом смысле тоже пострадаю. Если я… Если ребенок не мой, если он Божий, по определению. То, что он появился там в чреве моей жены, значит, путем слияния двух половых клеток каким-то чудесным образом, ну, физиологи не знают какие-то там механизмы. Почему, например, в какой-то момент зачатие происходит, а в какой-то момент нет. Но, тем не менее, это произошло. Допустим, что Бог так захотел, и вот появился человек. И он появился у родителей. Родители дают мне тело. С этим телом соединяется что-то непонятное совершенно, назовем это душа. И вот я уже такой, какой я есть. И вот я совершенно не такой, как мои родители. Я совершенно свободный, абсолютно Божий. Я совершенно не знающий об этом в период, пока я маленький. А потом я начинаю об этом догадываться, через некоторое время я становлюсь в этом абсолютно уверенным. Вот. Так вот, кто такие родители, получается, для меня? Ну, вот так вот, если подумать. Наставники. Опекуны жизни. Проводники. Попечители. Смотрите, как много слов. Проводники, наставники, опекуны. Да? Попечители. Попечители. Ну, именно на первый год. Благодарители. Кормиться. Кормиться. Спонсора. Спонсора, как говоришь? Ага. Сопроводителя. Сопроводители. Да. То есть, фактически, вот, если взять какое-то слово из этих, да любое из этих слов взять, то срок действия этого понятия ограничен. То есть, если это опекунышка до какого-то времени, если это, значит, кто, кормилец значит, до какого-то времени, Если это спонсор, значит, тоже до какого-то, не навсегда, не постоянно. Всяко бывает. Нет, бывает именно, что по-всякому, а как должно быть? И в этом смысле мы говорим очень о важном таком понимании того, что становится корнем болезни, с которым мы сталкиваемся в своей жизни. Фактически, вот это стремление к единению у нас, заложено Богом изначально, поскольку это стремление у нас к Богу. Вот что. Мы приходим в этот мир, мир изолированный, мир, в котором фактически мы не встречаемся с Богом, мы встречаемся с людьми, мы встречаемся там с кем угодно, но не с Богом, мы с ним встречаемся позже. Мы начинаем его как-то осознавать, предчувствовать, возможно, расширять потом уже знания о нем, но вначале мы не видим его, мы его не осознаем, но в какой-то момент так или иначе лишены его. Но стремление к единению с ним у нас, привет, у нас изначально, это, я не знаю, там, это базовая настройка, это то, что вживлюно в нас, это программа, которая побуждает нас постоянно двигаться. Это вот тот самый, я не знаю, как сказать, стимул внутренний, который не дает нам останавливаться. Это постоянная потребность, которая требует постоянной реализации, которая постоянно хочет быть удовлетворенной. И если ее не удовлетворять, тогда человек, я не знаю, мне кажется, будет какая-то страшная мутация. То есть это настолько базовый внутренний глубокий глубинный уровень человека, что отменить эту опцию фактически невозможно. Она у нас настолько живучая, что как бы человек не был болен, как бы он не деградировал и так далее, все равно у него стремление сохраняется, потому что это основа вообще его жизни. Поэтому стремление к единению, это стремление к Богу и стремление к Нему. Стремление, даже не знаю, как слово сказать, возвратиться к Нему, или прийти к Нему, найти Его. Но вот как-то так, да? И вот здесь такая интересная штука. Родители. Вот немножко если расшифровать это, разобрать эту, как это сказать, эту роль, или что это такое. Давайте, кто такие родители? Родители это тоже божьи дети, по сути. Да ведь? Значит, родители. Обозначаем их параметры. Божьи дети. Причем даже они об этом могут не знать. Божьи дети. Потому что все люди, божьи дети, поопределению, потому что Бог нас всех сотворил и усыновил. Во Христе. Вообще, да, вы смотрите, если, представьте себе, Христос усыновляет, через Христа Бог усыновляет людей. Это усыновление, наверное, будет более приоритетное, более сильное в данной ситуации, чем родительское, родительское, детское отношение. Ну, логично же, Бог же, он круче же, он же, в этом смысле, сильнее и авторитетнее, поэтому, когда я говорю, так, Дима, например, старший, старший, божий мой сын, божий мой сын, вот, я говорю, боже, это твое, это твой, так же, как и я, да, я твой, и он твой, вот тебе твое. И меня тоже, вот, возьмем, ну, принять, да, это как-то одна пародигма. Другое. Боже, это мой сын, и я его должен, значит, как-то так вот, значит, вот, как это сказать, подготовить, чтобы тебе он понравился. Ну, типа, да, тогда теперь я-то кто? Вот, если по договорике, я, получается, тоже чей-то сын, тогда где Христос, и где сыновство Бога, тогда где кто Бог мне тогда? Получается, кто Бог нам? Кто Бог людям в таком случае? Получается, Бог для нас никто в такой ситуации. Если я буду от этой отправной точки исходить, то я должен буду провести же все линии назад и вперед. То есть, если это мой сын, то Бог нам, ну, Бог мне никто. Ну, кто-то такой, который, значит, смотрит на это все безобразие и говорит, так, ребята, я вас точно накажу. Вы мне очень не нравитесь, потому что вы постоянно грешите, нарушаете мои западные делки, Павелки. Вы загадили всю планету, которую я создал для вас, вы ее испортили, вы разрушили все в моем доме, все, что только можно. И я вас буду наказывать, я сделал вам тюрьму, в которую вас запихаю после того, как вы, значит, из этого мира, ну, естественным путем, вывалитесь. И поэтому я говорю, ой, подольше бы здесь остаться, ой, мне бы долгих лет жизни, а то ведь впереди-то не каникулы, да, как мы говорили со мной на север, а вообще, каникулы строгого режима, да, я этого не хочу. Поэтому я говорю, Господи, дай мне, пожалуйста, много лет жизни. Я, конечно, понимаю, что тебя сложно просить, потому что ты жаждешь меня наказать за все мои злодеяния. Ну, пожалуйста, хоть сколько, ну, можно чуть-чуть хотя бы пожилой порадуюсь. Вот какая глупая, страшная, нелепая логика выводится из одного простого утверждения, что это мой ребенок. Потому что Бог тогда никто, никто ему, соответственно, мне и всем нам. Ну, понятно, логично, нет? Ну, как бы получается, что я Бог, да? Да Бог вообще как бы не по-ми кто здесь. Нет, когда я говорю, если я Бог, это мой сын, то я как бы почти заменяюсь его Бога, да? Или я мать? Я родитель. И все. И дотва. Собственник. Другой, ну да. У нас отношения, знаете, на уровне использования друг друга. Если я собственник чего-то, значит, это мне нужно для чего-то. Я собственник, например, жилплощадь, да? У меня есть сертификат. Значит, я использую, жилплощадь своих, ну, по своему нужному. Я есть дрель, например, шуруповерт. И я собственник. Я использую их в своих, значит, нуждах. И в этом смысле, если у меня есть ребенок, это логично, я его использую для себя. Потом я говорю, понимаешь, Дим, скажу я ему, вот я тебя попозже, я тобой попользуюсь, да, пока вот я тут жив, да? Но ты, в принципе, конечно, тоже можешь мной попользоваться. Но я старше, я, конечно, хитрее и умнее. Я в тебя вот сейчас вот подращу какое-то время, я в тебя, значит, инвестирую. А потом я же с тебя деру по полной программе. Кто мне будет стакан воды подносить, когда я сам себе его не смогу? А вот не смогу, это я уже сейчас готов не смогать. Прям лягу на диван, и не смогу себе стакан воды поднести. Скажу, Дим, что ты там делаешь? Ну-ка, давай меня-то, волочи. Все, я тебя сколько растил, а ты теперь про меня забыл, что ли? Аж твой папа, ты же должен мне. Да, говорю, это хорошая новость. Значит, у тебя тоже будут дети. Поэтому у тебя есть возможность получить сатисфакцию. Конечно, не поверет последним. Так вы же говорили, но, берите внуков, они отомстят вашим детям. Ну, это не я говорю, я повторил, но посмеяли. Ну, что ты нам сказал? Фактически мы получаем эту самую, как я, финансовую пирамидку. Да, помните? Кто под кем? Не повезет последним. Последним будет хуже всех, потому что у них некого будет подписывать под себя. А повезет тем, кто в начале был. Потому что они подпишут, пока там разберутся, что, причем они соберут свои дивиденды. Поэтому в этом смысле получается, ну, мне-то по-любому повезешь. У меня будет сын, у меня будет внук, который будет нужен моему сыну. То есть я нормально еще, я устроился, хорошо. Вот как бы сыну сложнее, ну, а внук-то получается, походу, крайний. Ну, а там уж что, мне уж будет не до него, когда он поймет, что мы с ним сделали. Вот такая совершенно определенная логика, такая совершенно определенная модель, которая рождается у нас в случае, если Бог не Папа. Если Папа я, мама моя жена, а Бог тут как бы вот, ну, нет, он судья, там, он творец, он, значит, кто он еще, там, ну, кто он еще, господин, там, руководитель, спаситель даже, неважно. Но не отец. Поэтому первое слово всем или веры, вера военного Бога Отца. Ну, вот ты хоть трести, это слово, вот, ну, не выжжешь ничем. Я верю во единого Бога, Папу, Папу, Папочку, небесный мой Папа, вот кто мой Бог. И поэтому то, что я усыновлен Ему, Христом, это, собственно говоря, есть главная базовая преспозиция, на которой мы вот сейчас должны основывать свою трезвость, свое выздоровление. И в этом случае, если Бог мой Папа, значит, тогда я опекун, сопроводитель, значит, кормилец, спонсор и так далее. Я не собственник, ребенок не мой. Все. У меня их шестеро, не моих Божьих детей. Но я уполномочен Богом очень серьезной задачей. Я уполномочен, его, чем уполномачивают? Уполномочен? Правами. Правами полномочивают, да? Я чуть тоже совсем уже забыл. Обязанностями уполномочен? Да, с уполномочен заявлением. Заявлениями уполномочен, то есть, наделем правами и обязанностями. Правами и обязанностями, он полномочен. Полномочия. Полномочия. Смотрите, какое слово красиво. Можешь все. Я могу все. Можешь все. Мне дали всемогущество. О, полномочия, это всемогущество. Да, только с другими словами. Полно, это полно, то есть все объемные. Мочия, могущество. Можия, все полноможия. Все могущество. То есть, Бог мне дал временное полномочие? Фактически, да, получается. Я временно, Богом, уполномочен этого ребенка сопровождать в мире, таких же, как я, людей. То есть, чтобы в этот момент, теперь смотрите, отсюда вытекает очень интересная задача. Родители, божьи дети. Ну, кстати, продолжим этот список. Второе. Первый, первый раз, божьи дети. Второе. Конечно. Так случается, что иногда мужчины растят не свои дети, в том числе. То есть, им-то как себя называют? Ну, например. Ну, это чисто такой, как бы, как это сказать, чисто, ну, прикладной, на самом деле, момент. Ну, если я не отец, в том, ну, как бы, биологически я отец, и то не до конца. Я биологически, только вот физически. Я дал ему набор определенных хромосом, и то не я, там, мы с женой пополам. Значит, и, ну, может быть, как-то части наших душ. Я уж не знаю, как там, вот, как вот, месяц это дескать. Там проняет него всякую жизнь. Но сам-то человек, сам-то человек, это от Бога. Я ему предоставил то, ну, я создал ему скафандр, я его слепил из материалов, из которых сделал мой собственный скафандр. Но я ему не сообщил часть себя. Я – это я. А он, он тоже тот, кто он есть, но он Божий. Вот. И поэтому, если, вот, кстати, это очень интересный нюанс. Это очень важный момент. Потому что, если я воспитываю ребенка биологически не своего, он фактически ничем не отличается, кроме телесной оболочки, от того, кто вот мой биологический сын, там, или дочь. Я такой же опекун для него, как и для своих собственных детей, перед Богом. Поэтому я смело иду, например, в детский дом, и могу усыновлять ребенка, и он ничем не будет умален перед моими собственными. Только там тело сделали другие люди, а здесь тело сделали мы с женой. Но, как это, пред Богом они одинаковые для меня. Папа, я папа. Не только детдом, но есть, например, там, второй брак, допустим. Ну, и что какая разница? Ну, какая разница? Бог посылает через меня сюда, в мир людей. Через меня – это значит через воплощение, через мою плоть. То есть, просто мое тело в этом не участвовало, но это ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Какая разница? Участвовало в моем теле? Нет, Бог послал человека. И мне поручил его сопровождать дальше. Причем, неважно в каком возрасте, там, в раннем детском возрасте или в более позднем. Замечательный фильм, я посмотрел недавно, прямо до слез, прямо растрогался. Называется «Блайнд Сайт». Это его еще называют «Обратная сторона», по-моему, как в русском варианте. «Блайнд Сайт». Это про защитника в американском футболе. Там играет Санджа Баллок, очень хорошая актриса, такая, искренне честная. Прошу, еще не играет, а там какую роль играет. Она играет роль белой женщины, там у Синги, у которой есть маленький ребенок, такой, вообще, абсолютно гиперактивный пацан, который, ну, очень интересно себя ведет. Ну, прямо вот такой вот креативный, все, все можно. И они установляют 18-летнего, этого, черного мальчика, который, которого сейчас встречают, вот, идущим, идущим по улице. Это история, по сути дела, того, как они его воспитывали, и как они из него сделали человека, то есть, как они его опекали. Они-то кто? Она и ее семья. Вот Сандра Баллок, ее муж и ребенок, ну, по фильму. Вот, то есть, вот, это очень такая красивая метафора того, как можно относиться к детям, потому что это опекунство. Причем опекунство в самом, как это сказать, в самом красивом, в самом творческом исполнении. То есть, я могу опекать его и дальше, просто степень моей опеки, моей опеки, становится все меньше, 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 потому что родители, это божьи дети раз, но они взрослые люди. Взрослые люди. Взрослые. И поэтому я, в тот момент, когда ко мне приходит ребенок, моя задача сделать из него взрослого человека. И объяснить ему, что он тоже, как и я, божий ребенок. И это сопровождается с линией его жизни. Теперь периоды от нуля до 25 лет, вот моя роль в его жизни. Из родителя, из родителя в друга. Вот сюда. И если у меня не получится, это ничего не изменит в его жизни. Ну, кроме как, надо подгрузить только его лишними проблемами, вследствие моего неправильного состояния, я буду его присваивать, а у него программа, базовая внутри программы. Я божий, я иду к Богу. И после вот этого периода, а начинается это, наверное, лет с 12, а этот период начинается, наверное, с 3 лет, вот это от 3 лет, ребенок начинает взрослеть счастливым. Вот это вот ребенок. Ребенок. И чем ближе он к точке, вот к этой вот, тем меньше он ребенок, и тем больше он взрослый, тем больше он становится похожим на своих родителей. И поэтому, если родители этого не поймут в какой-то момент, они снова теряют своих детей. Ну, потому что это закон. Дети вырастают и уходят от родителей. От родителей, как от функции взрослого человека, божьего ребенка, родитель, это функция, а не жизненная позиция, или там, я не знаю, на всю жизнь, на звание какое-то. Я не знаю, как это еще определить. Ну, я человек, да, человек, мужчина, да. Не род. А родители очень ненадолго. Да? Понятно. Это даже не роль, а это вот именно функция, это задача. Не роль. Да. А вот это вот 3-12, это не так у вас значит? Не, ну, 3 года человек говорит, я сам вначале, он как бы начинает осознавать. До 12 лет он смотрит на себя глазами родителей. Это период до взросления, но такие яркие, кризисные. До 12 лет ребенок не знает, какой он сам из себя, он не знает. Он может, значит, смотреть на себя глазами своих родителей. Но это, наверное, отдельная уже лекция, нам сейчас в нее не нужно увязать. Просто я так поставлю память, эти цифры проставлю сюда. Просто я хочу сказать, что в 12 лет происходит очень интересный кризис. Ребенок еще не взрослый, но он уже не ребенок. Ребенок находится в переходном периоде, когда он говорит, мне родители не нужны, потому что он начинает осознавать себя свободным от них. Но родители ему еще нужны, потому что он еще не может жить сам. И вот этот момент бунта, этот момент перехода ребенка в более взрослое, чем в детское состояние, требует от родителей очень серьезного внимания, очень серьезной, тонкой настройки. Потому что если к этому периоду мы не подготовились, тем, что ребенок нам доверяет, и мы его можем как-то адекватно сопроводить, мягко помочь, поддержать, а продолжаем требовать с него так же, как мы, например, это делали в трехлетнем возрасте, в пятилетнем возрасте. Ребенок возбунтуется и увеличит дистанцию настолько, чтобы почувствовать свою взрослость. Это его приоритетное состояние. Но он пострадает, потому что он увеличит дистанцию от источника, потому что он не живет еще сам. Он найдет поддержку в компании, он найдет поддержку эмоциональную, физическую, там где-то еще. Но в этом смысле все любое вот это поведение, с которым мы сталкиваемся, попадет просто, да, в, как это сказать, в зависимость, которая сформируется вследствие неправильного хода развития его программы стремления к Богу. Вот так я скажу. Ну, круто завернул, да? Спасибо. От нуля. И к точке переезда мы ищем Бога. Всегда. До 25 лет нас сопровождают родители. Если родители нас сопровождают некорректно, и в нужный момент нас не отпускают, и сопровождают неграмотно в критических точках нашего взросления, мы начинаем отдаляться от родителей, и теряем поддержку, и находим ее не там, где надо. Потому что в момент, когда мы начинаем сопротивляться родителям, ну, пусть это будет 12 лет, если родители некорректно с вами поступали, и у нас нет к ним доверия, у нас есть стремление их избегать, мы начинаем им врать, мы начинаем от них прятаться. Это нормально, но в определенной мере. Но вот в тот момент, когда мы начинаем от них уходить, нами влечет нежелание от них убежать, или там, значит, подружиться с плохой компанией, там, веселиться. Нами движет программа единения. Мы движемся к Богу, мы ищем Его, мы туда идем. Мы свободны абсолютно от всех, и от родителей тоже. Мы Его, потому что. И в этот момент, когда у нас вот это начинает внутри проявляться, если мы не находим компромисс отношений с родителями, мы находим поддержку там, где собираются такие же бунтари, как и я. И эти бунтари начают бунтовать против всего. И вот именно в этой среде те, кто делают бизнес на этом, ну, туда инвестируют, там, и продают наркотики, именно там, потому что там бунт. Я не такой, как все. Там алкоголь, там, и все это поведение. Там разбой. Потому что это все формы поведения, основанных на отрицании, на отделении, на вот этой, как это, интенсивной бурной сепарации. Но я еще раз говорю, это другая лекция. Ну, потому что мы сейчас запутались. Чуть-чуть. Ну, тоже интересно. Ну, как бы, да, вкрапляем. И поэтому вот что получается. Болезнь развивается не потому что родители плохие, а потому что ребенок божий. Ну, в чем дело. Родители точно такие же, божьи дети, но с таким же, как сказать, ну, с таким же, может быть, несформированным, что ли, к этому правильному отношению. Ну, кто вот про нас может... Давайте так, я вам сейчас скажу, я тут радую, я говорю, я божий деть, божья детка я, да, я божий сын, да, а вот я не живу как божий сын. Я до конца в этом, значит, как... Нет, я уверен вот здесь, в голове, но есть части меня, которые тяготятся этим высоким званием. Которые говорят, ну, быть божьим сыном, ну, это же значит не делать то, к чему я так привык. Блин. А можно как-то это... Договориться. Адаптируйте. Да, как-то подстроить это, да? Ответ-то, ну, поговори с папой. Опять попадут, связь-то испорчена, я, может быть, с ним поговорю, ответ-то я не услышу. Может быть, он не разрешает, а мне говорит, да ты что, да разве можно, ты что, тебе к бабушке придется потом ходить, там, учиться, и к семье там выполнять. Ну, блин, ну, что ж такое-то, как же мне, как же мне решить, что мне делать, понимаете? Вот в этот момент у меня возникает очень серьезная внутренняя напряженность, у меня конфликт, мне Бога не хватает. Но в этом смысле хотя бы я могу четко сказать, что мне не хватает именно Бога, и вот эта энергия, которая есть, энергия этого внутреннего конфликта направляется на его поиск, а не на попытке как-то вот устроиться в этой жизни, тут, значит, побольше, тут подальше, вот так вот, или, наоборот, поближе, где-нибудь там пристроиться. То есть, наоборот, по большому счету, я готов идти на ощупь, но я хочу идти к Богу, потому что я, в конце концов, понял, по крайней мере, куда мне надо идти. Но это вот я говорю о себе, о своем пути выздоровления от этой же самой голимой созависимости. Потому что созависимость, как мы с вами, может быть, сейчас опять это проговорим, но вот в данной ситуации созависимость, это та самая болезнь, которая развивается на фоне нашего стремления к Богу, но при этом совершенной обезбоженности, совершенного его дефицита у нас. Посмотрите, какая еще задача у родителей есть. Миссия буквально, вот от Бога поручение номер один. Какая? Вот, знаете, из серии, я вам все уже сказал, да, теперь вы догадаетесь. Вот, реально, если мы все божьи дети, первые, кого встречают родители, ну, божьи дети, маленькие еще, которые ничего не понимают вообще, никого еще не видели, Бога не видели, ничего, ну, чистый лист. Вот они бегают там, шумяем. Божьи дети, чистые листочки. Я первый, кого он видит. Моя главная задача, моя главная вообще, за что я Богу отвечу в первую главу, за что он, собственно говоря, раз меня спросит, и чему он меня в первую очередь должен, нет, не должен, он не должен, но хочет обучить, научить, и к чему он будет меня призывать всегда, пока я тебя сам в это, ну, не поверю, не пойму, что я образ Божий. Да, а я говорил уже, да? Или ты догадался? Догадался. Я бегущий строк, ка здесь, наверное, побежал, что тебе. Ну, конечно, для ребенка я образ невестного Папы. Он так меня и называет, Папа. А мама, это образ тоже небесного Папы, но только женского рода. Мама. И вообще, кто мне Бог? Папа? По христианской традиции, да, Папа. А тогда, Мама, зачем? Я думаю, что Папа, это и мама тоже. Ну, Мапа, папа, мама, папа, папа. Здесь такая сказка детская, как щенок был папой, мамой. Не слышали? Это аудиосказка, у нас были пластинки в детстве, в 70-го года, и она была пластинка, как щенок был мамой. Там щенок, значит, курица снесла у него яйца в конуре, и ушла погулять. Щенок, короче, такой ля-ля-ля, ничего не знает, зашел там в конуру, значит, в этот момент у него там эти цыплятки на полу прессе. И все, импринт, говорят биологи, все, мама, ты мама, какой я мама? Я, во-первых, я он, во-вторых, я вообще генетически другой вид. Мы ничего не знаем, мы тебя первого видели, все, меня, говорит, Пикок зовут, а ты кто? Он говорит, я, говорит, щенок, все, он говорит, он, все, значит, он говорит, но я, говорит, не мама. Ну, тогда, говорит, ты, мапа? Ну, раз ты, мама, это девочка, там, женщина, а ты мальчик, значит, ты будешь мапой, вот и все. Ну, вот я подумал, что Бог, наверное, это мапа. Ты мама, и папа в одной флаконе. И вот эта тяга, и стремление меня к Богу, вначале реализуется, через тотальнейшее, совершеннейшее, вот знаете, как интересно, в тот момент, когда ребенок совершенно беспомощный, когда он совершенно, абсолютно обнулен, вот с точки зрения, вот как, прямо вот первые его дни, он совершенно зависит от своих родителей, он совершенно в единении с ними, с мамой и с папой, ну, через маму, получается, да? Это совершеннейшая конфуенция, это абсолютное слияние, жизнь ребенка абсолютно зависит от жизни матери, ну, в тот момент, ну, а жизнь матери в какой-то степени зависит от жизни отца, потому что пока мать кормит, есть такая фраза, друг познается в беде, значит, а муж познается в декрете, когда женщина в декрете, да, вот, это проверка мужа на прочность, проверка мужа на верность, потому что жена в этот момент перестает быть его женой, она становится абсолютно матерью. Стоит детей не родил, он все в своем мире не выполнил. К чему? Ты божий ребенок, все, у тебя, у тебя другие задачи, значит, твои функции другие, то есть, я еще и пытаюсь понять, что родители, это функция вообще на 10 лет, а дальше начинается полноценная взрослая жизнь, насколько, насколько я ее понимаю. То есть, смотрите, я к 20-ти там годам развиваюсь, формируюсь как человек, дальше у меня короткий период, непродуктивный, я рожаю ребенку, условно, или не рожаю, неважно, но я остаюсь взрослым человеком, я остаюсь в тех отношениях, в которых я есть. И поэтому в этом случае, ребенок моей жизни не отменяет, на год максимум, на два, потом я все равно начинаю потихоньку возвращаюсь в это жизненное пространство. И болезнь как раз в зависимости, это формирование неправильных связей, моего стремления к единию, потому что человек взрослый всегда стремится единиться с Богом. Но он находит разные просто пути, разные формы самореализации, самоформирования, потому что рано или поздно приведет к пониманию, что Бог это его папа, а я его ребенок. То есть, не обязательно такое мнение, что если не родишь, значит плачешь. Откуда вы это взяли? Я в каком-то раз об этом сказал. Просто были такие мнения, что значит, что в мире есть такое, что кто допустит семья не сам. Ну что, это психологически не верно, что-то монахов нам всех списали, кто семью допустит не создал, кто не родил, допустим. Нет, я думаю, что это какие-то, я думаю, что это пережитки, наверное, каких-то, вот, я не знаю, времен, когда земля еще не была наполнена людьми. И бог повелел всем рожать, и чем больше у этого самого, у человека, значит, семья, тем больше у него статус, социальный там и прочее. А хоть в работе тоже можно спастись, в принципе? Да, спастись нигде невозможно. Бог может спасти человека. Ну, вы сами, вот я, конечно, я предел, я русский язык, ну, очень, как бы, так сказать, мне до фанатизма доходит. Все это возвратные частицы. Спасти себя переводится. Спастись. Вспоминайте русский язык. Спастись. Это значит спасти себя. Спастисья. По-славянски. Сам себя никто не спасет. Никогда. Чего бы я ни делал, я спасти себя не смогу. Спасет меня только Господь. Ну, мой бог, мой брат Таши. Через его непонятные совершенно действия, да, через таинство. Через то, что он предлагает в церкви. Ну, через его реабилитационные мероприятия, которые он предлагает, через каких-то совершенно, вот, с точки зрения человека нерелигиозного, абсолютно глупые вещи. Ну, нерелигиозному человеку, вот это, вы знаете, то, что мы идем в храм, там, причащаемся, ставим эти службы, для него это дебилизм полнейший. Это что, дураки, что ли? Вам делать больше нечего, чем в храм ходить. Что-то есть, это с ложечки, там, батюшка, вам что-то суету, как дураки, заражайтесь с инфекцией, как возможно. Вот это у меня папа. И детей заражайте. Ну, это непонятно, хотя бы честно об этом говорят. Но и они тоже божьи дети, и Бог тоже их любит. И нас Он любит, и нас Он ведет, и просто, ну, у нас другие отношения с Ним, в этих мыслах. Поэтому, упаси Вас Бог, из моих слов, вытащить вот такой вот, нет, не из своих слов, это просто, я рада, три года назад пришла, пришла, так сказать, фрам, не вот такой, я вспомнила, вот, женщина спасает щедородьем, типа вот эта фраза, ай-яй-яй, как-то нам надо ее ассимулировать и утилизировать. Женщина спасает щедородьем. Мужчина тогда, он не щедородьем, он все спасает. Женщина спасает щедородьем. Знаете, нам надо представить слова этой фразе. Женщина и щедородьем спасается. Женщина щедородьем спасается. И щедородьем спасается, женщина. Она еще другим образом, она еще и по другому, ну, если говорить спасает себя, щедородьем, но есть другие пути, реализация жизни, а монахи не надо, что себя не спасают, что и зачем тогда они вообще все это придумали, сидят в монастырь, чедородич там нет, 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 кто не способен в монастырь, допустим. Ну конечно, нет, все, короче, ну это, знаете, давайте так, сегодня у вас день расставания с старыми шаблонами и как это, идеи. Смотри, конец. Нет, вопрос. А вот если пока он маленький, божий ребенок, мой божий ребенок, его живут в каких-то опасных ситуациях, стоять, он бежит под машину, стоять, раз встал, это же хорошо. Только я развел, что это плохо. Я сказал просто, что в тот момент я не знал, что он божий. Если я божий ребенка обучу вот этим командам, которые спасут ему жизнь, это замечательно, но я-то его обучал как своего, и это было нормально, это все потом очень прекрасно встроилось в его жизнь, когда я понял, что он божий такой же, как я, и я об этом ему очень честно доложил. Ну хорошо, а если он уже подрос и бежит не под машину, а куда-то, стоять. Я сам решаю, куда он идти. И в этот момент я понимаю, что это не мой ребенок, и он обязан действительно в этот момент поступать так, как он считает нужным, а моя задача донести до него всю информацию, что ждет его там, куда он побежал, и какие есть другие варианты. А дальше я понимаю, что насколько хватает моей компетенции. Если это до 12 лет, ну я так условно эту цифру называю, там некоторые раньше уже считают, что они совершенно свободны в принятии решения. До 12 я просто могу его остановить. Я могу ему сказать, я тебе сейчас голову отгрызу. И он испугается и становится. А в 13 лет он скажет, я тебе сам сейчас отгрызу голову. И он бежит куда ему надо. И тогда я говорю, папа, он меня не слушает. Что такое за вигня? Ну ты сам его там тогда. Бог говорит, тихо, 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 варюши, все, сейчас я все понял, конечно, но ты же не всемогущий, ты всемогущий, и я здесь. Поэтому сейчас я пойду ему там это, вразумлю его. Я говорю, ой, ну хорошо, а можно я посплю? Да конечно спил, до тревечного дня. Ты что, собрался всю ночь, что лет? В окошко смотреть. Я им займусь не переживать. И тут уже вопрос моей веры. Если я верю в небесного папу, я вздыхаю и говорю, ой, ну хорошо. То есть все, что от меня зависело в этот момент, это просто позвать на помощь и перепоручить. И ждать, когда небесный папа сделает мне пас. Сколько ждет всяточной? Вообще не ждал. Он сам приходит и говорит, я пришел. Я даже спрашиваю, откуда чем-то занимался, зачем? Ну это как пришел с улица вообще, когда от момента просьбила? Знаете, у нас семья, к сожалению, я здесь не могу на нее операться, я могу только говорить, как в плане вот, у нас не было опыта реабилитации его, ну, детей, каких-либо детей, в нашей семье, от зависимости алкоголя или химической, ну там, или наркомании, наркомании. У нас была очень яркая манифестация вот этого поведения девятых. Он же у нас, он же у нас, знаете, какая встроенная прям потребность присвоить себе Божья. Господи помилуй. Вот. Он просто стал себя вести так, что его выгнали из гимназии. Просто выгнали из гимназии. В одиннадцатом классе, в первом полугодии, он оказался на улице, со справкой, потому что он прослушал те или иные предметы, если бы не четвертая школа, в которую он чудным образом совершенно попал, а просто чудным образом, что папа небесный туда устроил. Потому что я сказал, я денег не дам, ни копейки, у меня просто нет. А в четвертой школе за деньги шаги. Ну, мне сказали, сорок тысяч. Ну, она, я прошу, что Игорь, но потом-то мы, когда пришли, нам сказали, бы, вы придите к директору и поговорите. Мы пришли, поговорили, и оказалось, замечательно совершенно школа. И вот, если бы не эта школа, не знай, где был бы сейчас Божий сын. Вот. То есть, в эту ситуацию у нас есть опыт восстановления не его, а наших внутренних отношений. Когда вот это случилось, я просто понял, что происходит что-то очень страшное в нашей семье. То есть, оно оказалось без поддержки совершенно. Тот круг, в котором он вращался, оказался для него, как это сказать, ну, он упал в этот момент, потому что его никто там не поддержал, когда его выгнали из школы. А я не мог его поддержать просто по одной причине, потому что он меня боялся все это время. И когда мы это выяснили с ним, то наш опыт восстановления отношений – это именно восстановление в дружеских, доверительных, ну, как это, аспектах. То есть, я сделал все, чтобы разобрать, значит, структуру его страха и помочь ему поменять эти отношения. А для этого мне нужно было поменять вообще все отношения к нему, в том числе. Потому что он боялся себя неспроста, мне надо было бояться в этот момент, потому что я его активно, ну, формировал под себя. Я это делал интуитивно, это делал глупо, нелепо, ошибаясь. Я никакой, собственно, программы не следовал. Я делал просто хорошего, значит, сына. Вот когда я потом услышал, очень интересная фраза, цитата, я эту песню цитировал, у Баста есть там такая «Нагана в депрессии» композиция, но это группа из анонимных бокалов, этих наркоманов, которые выздоравливают, программа же опять 12 шаговая. «Мать на старость героя из комиксов». Мне уже был герой из комиксов, мне уже был супермен Дима, который, простите, значит, под моим чутким руководством стал тем, кем я не стал». Ну, так вот. Такая была. И причем самая удивительная ситуация, когда я вот это понял, я вдруг осознал, что я бы не дал ему стать лучше себя в итоге. Это тоже такая одна из серьезных моментов. Как же так? Я вырастил того, кто лучше меня. Это нереально. Я самый лучший. Я. А он, ну кто? Он на втором месте. На первом я. Я не успокоился, это было очень… Потому что я потом отследил, когда вот мы с ним стали налаживать дружеские отношения, нашел себе друзей, авторитетов, которые в какие-то определенные моменты, которые я отслеживал в его жизни, они сделали его лучше. В свои там двадцать лет он стал заниматься делом, которое ему интересно. А я не занимался в свои двадцать лет этим делом. В свои там двадцать один год он заработал свои первые там пять тысяч, а я в свои двадцать один год присмыкался перед своим отцом, выграчиваю у него там какие-то эти копейки. И потом он нежно благодарил его за эти копейки. То есть ему повезло больше, чем мне. Мне была жуткая зависть к нему очень долгое время. Никуда от этого не деться. Я до сих пор ему завидую. Единственное мое утешение, я говорю, боже, я хоть задачи-то выполняю. Ответ у тебя нет. Приходится, так сказать, самого себя погладить и сказать, ну, наверное, это лучше, чем если бы у меня был такой мой сын с фобиями и комплексами на втором месте. Как-то вроде теоретически все правильно. А Бог меня утешает другими способами. Он как бы говорит, Валя, это не твое дело. Ты делай, как у тебя делается, а я-то всегда рядом, я-то помогу, я-то послежу. Ты не думаешь, что ты можешь что-то испортить. Это самое опасное заблуждение для созависимой головы, для созависимой мамы. Думаешь, она что-то испортила. Она ничего не испортила, вы не переживайте. Задача любого человека, приходящего в этот мир, не стать хорошим специалистом в своей области, не родить ребенка, не стать мужем, не заработать себе на пенсию и не кормить потом родителей на эту пенсию свою, престарелых ушами. Это встречаться с Богом, хотя бы где-нибудь вот на, так скажем, в третий, до, ну там, в третий, третий, ну да, где-то там, после четырех десятков, где-то на пятом десятке, ну хотя бы вот до дня переезда встретиться с Богом настолько, насколько он сможет это сделать. А я, как опекун от Бога доверенный, должен ему это помочь и изо всех сил это делать. Потому что, например, если я, смотрите, если я осознал это, ну в свои там 30 лет, что я опекун, что я Божий, Божий сын, Божьего сына, ведущий к точке, когда он должен своего папу узнать, а я для него сейчас тот, на кого он смотрит и будет либо говорить, а Божий, вот в смысле, а мой небесный это папа, он такой, как вот, ну, как вот этот мужик, такой, только лучше, намного, но он будет отталкиваться, видя во мне что-то положительное и как бы умножая это, помножая на абсолют Бога. Или будет говорить, нет, вот мой небесный папа точно не такой вот, как этот вот мужик. Понимаете? Ну, то есть я и так, и так свою миссию выполню. Вот, но только я почему-то подумал, что я как Божий, Божий сын, мой здоров, будет лучше, если все-таки дам ему положительные примеры. И поэтому у нас из квартиры ушел алкоголь, у нас нет сигарет, у нас нет ничего, что могло бы его соблазнить, что фактически могло бы сделать так, что он через некоторое время скажет, а как же, а он, ему можно, а мне нельзя. Почему ему можно, а мне нельзя? Я тоже буду так же, как и он. У него подсознательно есть вот это стремление быть таким же, как папа. Есть очень интересная фраза, не пытайтесь воспитывать своих детей, все равно они будут похожи на вас. Они такие же, как и вы, не переживайте. Батюшка, ну вот под сигарет, алкоголь, для тех скушений они как бы будут совершенно предметные, да? А вот есть же другие, например, как гордыня, например, да? Да это очень тонкая все, но что значит гордыня? Ну и гордыня, гордыня. То, что мешает, вот. Ну а что значит гордыня вообще? Гордыня это, значит, отгороженность. Это я, а это ты. Я велик, а ты, значит. Очень много, очень много современных детей, кстати, вот. А ты только у вас, в общем-то. Ну, не знаю, вот. Я уверенность какая-то, вот, знаете. Ну, а что бы не побыть ему? В смысле, ему побыть гордом или мне? Ну, ему, а дети, конечно. Да пусть будет гордом, господи, жизнь научит, но папа небесный его смирить как-нибудь, как меня в свое время смирил, заломал так, что вообще, да я боже, круче меня же не было никого, я же был в сопротивлении, мне же был папе доказать, что я лучше его. Я ему доказывал, заказывал, пока не доказывал, что в итоге обломался вообще по всем фронтам. Сказал, боже, походу я такой, какой я есть. Павел не сказал. Ничего не слышно было, связь в этот момент не работала. Он мне просто говорил, что я тебя люблю все равно. Ну, я тебя люблю, он мне сказал такие слова. А я не расслышал, я просто по шелесту листвы и определил, что это так. Ну, деревья вы слышали, а я нет. Они так зашрестели. Я рассказывал, был такой интересный пример. Мы плыли на лодке, на такой, на моторной. Я был в такой жуткой вселенской тоске, глобальной такой, грусть на меня накатила. И я так приехал назад, сзади там мотор такой, да, вот эти вот бруны от этого, как его, назовите мне это слово, да? От не пропеллер, а от винта. От винта, да. Внизу который, да? У лодки. От лопасти. Да, да, да. Они такие, так разваливаются, разваливаются. И мы плыли вдоль берега, и вдоль берега росло очень много травы вот этой вот прибрежной. Такие красивые, вот такие вот эти. Они такие вот, раз, из воды высовываются, а здесь такие вот махрючки. А это вот поверхность воды. Вот такие вот. Их много там, прямо вот берег, прямо все в этом. И вот я сижу такой, говорю, боже, ты вообще есть в моей жизни? Я тебе вообще нужен или нет? Ты вообще меня любишь? Ты вообще меня видишь? Ты вообще меня замечаешь, что ли? Вообще, ну вот, ты есть. И знаете, такой, это был риторический вопрос. Ну, потому что я знаю прекрасно, что ответ-то я не услышу все равно. Я уже в такой вот этой глобальной доске задать вопрос. И вот момент у меня глаза так это фиксирует. Берег, волна достигает этого берега, причем они достигают это с определенной периодичностью. И вот весь берег, буквально вот от того момента, когда вот я могу его видеть, и вот до того момента, где вот эта волна, все вот эта трава вот так вот. Та-а-а. Вот ветра косян. Волны вот идут, и она вот так ебает у них вот эти вот макушки так. Ну, типа, ну как не заметить, да? Что-то я сейчас беру в шоке. Представляете, Бог, Бог мне говорит, да-да, ты бестолочь, вообще уже, глупо вопрос задаешь. Сидешь на лодке на моторе, на халяву, можно сказать, снимав, да, моторами, там тебя катают, тебя фотографируют фотосессии твоей семьи, а ты еще после этого спрашиваешь. Дальше у меня все. Вот я говорю, где мне взять ощущение, что Бог меня действительно по-настоящему любит? Где это взять? И с головой точно нет. Где-то там, на границе вот сердца, понимания, проживания моей жизни, да, я с кем живу, с Богом или нет? Бог есть в моей жизни, ответ от меня в этом случае, я его генерирую. Да, Бог, ты есть в моей жизни. И дальше начинается опыт уже ощущений. А поскольку я умное существо, мне очень сложно вылезти из своей башки и попасть в свое сердце, потому что мое сердце, а оно вообще не это самое, неактивно. Потому что я живу в мире своих собственных мыслей. Я размышляю о том, и о другом, и о сём, и о пятом, и о десятом, а что я при этом чувствую, я вообще не понимаю. Ну, кроме тревоги, страхов и каких-то там обид и злости, в итоге от своего сердца ничего и нет. Какие-то детские там воспоминания, когда у меня это захлёстывает, ностальние, и то она смешана с какой-то горечью, что так больше никогда не будет. Как мне было хорошо в детстве, как мне паршиво сейчас. Вот. Вот это чем мое сердце наполнено. Ну, это что, о чём это говорит? Я болен, я очень сильно болен, я у нас срочно выздоравливаюсь. Головой я выздоравливать не смогу. Я смогу выздоравливать только сердце. И это созависимость. Моё стремление к единению с Богом завязло где-то в пространстве этого мира. То, что дети, ну, всех, кто здесь находятся, или мужья там, так или иначе, находятся в химической зависимости, это всего лишь фон. Это не причина. Это и не следствие. Это просто так совпало, что моя созависимость, моя вот эта потеря Бога, совпала с тем, что ребёнок, которого Бог мне поручил, ну хорошо, да, где-то там я пытался его присвоить, где-то я сейчас мешаю им встретиться. Это всё исправляется. Это всё очень легко корректируется. Но мне надо осознать, что так делать больше нельзя. Вот этот страх, который мешает мне отпустить его к Богу, это и есть правление моей созависимости. А не то, что он употребляет алкоголь или наркотики, использует меня на фоне моей вот этой вот обезбожности. И я не могу этому никак помешать. Я пытаюсь его спасти, а вместо этого получается, что я только всё глубже и глубже завязаю в этой ситуации. Вот это мне нужно осознать. И почему я, собственно, здесь вот эту лекцию не говорю не о наркомании, алкоголизме. Я стараюсь говорить совершенно, может быть, ну, в вещах совершенно к этой теме не имеющих вот такого главного отношения. Но это основа основ, что я как родитель в жизни этого божьего ребёнка ненадолго, не то, что он употребляет алкоголь или там наркотики, и меня использует, затягивая в это употребление, делая меня участником пищевой своей цепочки. Это я должен прекратить не ради него, а ради себя. Потому что в этот момент мои отношения с Богом претерпевают колоссальный кризис. Я не живу для Бога, не живу для себя. Я живу в страшном слиянии, вот в таком вот слиянии, вот это, по идее, должен был быть я, а вот оказалось, что меня-то нет, а есть вот это вот мы, потому что это выгодно. Выгодно. Очень удобно. Не нужно к Богу стремиться, не нужно что-то менять в себе, нужно просто отрабатывать свою привычную модель мамы и всё. И успокаивать себя мыслью, что я тебя спасаю, своего больного ребёнка. А ему уже давным-давно пора бы перестать быть моём ребёнком, а мне пора бы уже перестать быть своим, его мамой. И вот это мы должны давным-давно распасться на составляющие. Вот это я, а вот это он. И вот и я, и он – это Божье. И поэтому, если я хочу помочь моему ребёнку, мне нужно первое – наебедничать очень жёстко, настучать прямо на него, небесному папе и сказать, папа, он вообще уже всё меня достал, он меня убивает, я больше не хочу. Я больше не хочу быть его мамой. Я хочу быть его другом, как минимум. Но у нас не получается. Ни он, ни я дружить не умеем. Что мне делать? Помоги мне, Боже. И дальше начинается программа реабилитации и выхода из созависимости. А он в этот момент говорит, эй, мам, ты чем там занимаешься? Иди сюда. Дай мне денег. У меня не кончилось почему-то. А я говорю, ну я же его мама, как мне не нравится? Я же его люблю. Глупость какая-то получается. И с этой точки зрения получается следующее. Явление под названием мама – вообще ужасное явление. Вот я вам сейчас вообще скажу, наверное, что придётся потереть в лекции. Мама с греческого языка переводится очень интересным словом. Это титька, грудная железа. Мама ребёнку нужна. Максимум до трёх лет жизни. Максимум. Потом ему мама не нужна. Ну просто так получилось, что мама и папа – это люди. Вот смотрите, всё идёт от титьки. Вот смотрите так. Откуда берётся слово «мама»? Она берётся от слова «грудная железа». Титька, которой ребёнок засовывает себе в рот и спасает себя от голодной смерти. Или это даже мама ему эту титьку дает. Ребёнок сам себе ничего не может засовывать. Так вот, мама после того, как она перестала кормить, она мама только по названию. Она как бы, она становится некой метафорой той титьки, которая была у ребёнка в первый год жизни. Ну до года сейчас, за трёх лет мало кто кормит. Вот в первый год жизни у ребёнка была настоящая мама. Потом у него появляется женщина в жизни, которая похожа на маму. Ну на титьку. Она тоже его кормит, она тоже его поет, она тоже его как бы сопровождает и так далее. Он только к титьке уже подсоединяет что-то ещё. Появляется ещё и женщина, которая начинает ребёнка одевать, которая начинает его обучать. Появляется уже учитель. Учитель титька, да? Учитель титька. Мама. А потом где-то годам уже к двадцати пяти уже нет мамы как функция. Есть мама просто название. Такое эхо благодарности с того дня, когда эта титька спасла ему жизнь. Ну или там с того года, когда без неё он погиб. И он говорит, мама, это значит, женщина, которая спасла мне жизнь с помощью своей грудной железы. Я тебя люблю, я тебя помню. Я помню, что без тебя я бы не выжил. Но сейчас я твой друг. Пожалуйста, не надо больше мне титьку в рот ссувать. Отпусти меня к моему небесному папе. Ну, вот так, по идее должно быть. А я тот самый, знаете, простите меня, конечно, муж, который маму, маму должен спасти от этого голодного рта, который, знаете, ну, в случае я снимал, маму, все-таки женщина, да, девочки не все слабые, не тяжело вот так вот, да, стать жесткой, твердой. А я ему говорю, так, я тебя защитю сейчас. Уходи отсюда, злой рот. Да, это моя жена, это моя женщина. Да, она кормила тебя грудью. Да, мы сейчас вместе с ней делим это вот пополам фактически. Мы тебя одеваем и убываем. Но она вернется ко мне, она не будет твоей никогда. Я буду защищать ее от тебя, потому что, значит, ты ее съешь. Твой рот сейчас слишком большой, твои зубы слишком острые. Если я не отодвину от нее, ты ее сожрешь. И что мы видим в созависимости, когда женщина оказывается завязана вот на функции мамы в отношениях с ребенком, муж отодвигается, чтобы не мешал, да, ведь влияние на женщину, свою жену он уже практически не имеет. Жена теряет мужа, а в итоге муж теряет жену, и семья распадается, и жена, женщина уже, да, женщина погибает. Вообще история с плохим концом. Но она погибает как женщина, она перестает быть женщиной, она становится титикой. Она меняется. Она становится похожа на титику большую. Да. У нее в глаза что-то. Молоко. Ее переполняет. И получается, что мы сегодня не затронули главного, кстати, аспекта, духовного аспекта созависимости. Дело в том, что вот в норме вот так вот все бы как бы Бог хотел. Но у Бога есть противник. Зараза такая. Тот, кто был сначала с Богом, а потом отпал от него, ну вот Денис, этот удивительный ангел, которому Бог доверил человек, а потом в итоге он его и испортил, так скажем. Он способен человеку и Богу. Так вот он зависит от того, чтобы наше стремление к Богу завязло в пространстве этого мира. Эта энергия, которую мы должны по замыслу Бога направлять на свое развитие отношений с ним, чтобы она уходила на тупое вот питание этого существа, которое без нашей энергии жить не может. Он нами питается, он ест нас, как мы едим мороженое, там пироженое, или наоборот, как мы едим макароны, нас готовит специальным образом. Ему же нужна энергия, он же без Бога. Ему нужно что-то есть. Поскольку у него зубов нет, это дух, он питается чистой энергией, ему надо нас развести, чтобы мы эту энергию ему сбросили. Но это как бы тоже отдельная, наверное, и получается так, как по функциональности зависит. Чем длил человек Богу, тем больше ему мешает яму. Конечно. А в бунте у него бутерброд со стороны побежал. Я голодный. Только я, значит, это... Я труда. Это куда это? Ну-ка иди-ка сюда, я там, простите, уже разъехал. Подорвался, уловился вообще, да? Ну-ка, стой. А я уже все, я к Богу помчался. Меня не оставляют. Я говорю, Боже, спаси меня, вот это... Меня сделали бутерброд. И Бог не век, вот пошел в воду. Но лев рыкающий, ищущий, кого проглотить. Это Христос такой метафора представится. Представляете себя? Голодный лев, что может быть страшнее для человека, который в Палестине идет вечером погулять, покормить комаров, подышать свежим воздухом. Идем он себе идет, и вдруг там же и со степь такие, такие мелкие деревца, там кустарник, все. И на него выходит лев. Говорит, здравствуй, ты кто? Он говорит, я турист. Нет, это я турист. Да, ты завтрак туриста. Ну ты из старого никуда-то. Поэтому все, попался. То есть, поэтому в этом случае Христос говорит, наблюдите, как опасно уходите. Старайтесь быть аккуратными. Потому что в этом смысле вот то, что с нами произошло в созависимости, это значит, что мы были очень неосторожными. Ну что же теперь сделать? Мучить себя чувствами вины и продолжать быть бутербродом? Нет. Надо просто, значит, принять ситуацию, как она есть, понять, что должно быть на самом деле, вот почему мы с этого начали сейчас, а дальше искать пути, как это все дело восстановить. Не в его, там, жизни, там, кого-то спасти опять же, а в своей собственной. И тогда, возможно, Бог изменит вообще всю ситуацию в целом. Потому что вот это все более глобально, чем то, с чем мы ходим. У нас проблема, наш ребенок погибает. У нас проблема в другом. Погибает ребенок. Погибаю я. Погибает муж, если он еще есть. Погибает вообще все вокруг. О чем речь? Вот. Поэтому в этом смысле все равно бы хуже, чем нам кажется. Поэтому сегодня мы этот, как бы, момент проговорили. Следующая у нас, наверное, будет лекция про частные моменты уже. Поговорим о слиянии, о том, как выходить из слияния, на что обращать внимание. По результате всех этих рассуждений у вас возникло хотя бы четкое понимание того, в чем корень проблемы. Корень проблемы в том, что наша потребность к единению с Богом выходит совершенно неправильную реализацию, неправильное удовлетворение. Мы вязнем и страдаем от этого. Нас по-прежнему он тащит, но мы не управляем этим процессом. Похоже, знаете, вот, в ковбойских фильмах, там, за ноги привязывают провинившийся ковбой, и лошадь, значит, по крупу, и тихо она в прерик там ускакивает, и он ничего не может делать. Он за ноги привязан, но она несется. Вот так и здесь. Это про нас. И поэтому в этом смысле надо срочно что-то делать. Потому что мы не управляем ситуацией, нам нужно научиться этой ситуацией управлять. Как? Будем рассуждать и в следующий раз. Спасибо за внимание. В следующий пятницу сюда встречаемся.